Привет, я Влад, это Сайван и рубрика Пушка. Новые загадки, открытия изобретений и идеи, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. В заголовке лишь одна из новостей. Хотите посмотреть что-то конкретное, воспользуйтесь оглавлением, это удобно. Итак, сегодня у нас. Происхождением вируса ковида занялись спецслужбы. Новое исследование утверждает, что его создали искусственно и пытались с помощью геноинженерии скрыть следы. Разберем новые материалы. На месте первого в истории атомного взрыва нашли квазикристалл неизвестной ранее структуры. До сих пор подобное встречали только в метеоритах или в искусственно созданных материалах. Рубрика Бестиарий. Грызуны и свиньи научились дышать через одно место, и это может спасти много человеческих жизней. Физики собрали двигатель, который работает на информации. Похоже, он нарушает один из законов природы. Второе начало термодинамики. Неужели демон Максвелла реален? А еще коротко, новые неизвестные кадры знаменитой катастрофы Гинденбурга. Дома научились превращать в электробатареи, клетки собрались сами в мини-сердце, а тихоходок проверили на внеземное происхождение. И загадка, конечно. И последние пока не начали. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и здесь, на Ютубе, с помощью этой волшебной кнопки. Особая благодарность Павлу Новикову, Дмитрию Орлову, Дебагеру Фриману, Павлу Дунаеву, Сергею Чупаеву, Алексею Леону, Роману Шостакову, Джан Каю и Олегу Жину. Со всеми вами, друзья, не пропадешь. Начинаем. То, что еще недавно казалось многим здравомыслящим людям конспирологией, в последние дни вдруг стало новостью номер один. Американская разведка проверит мокли-вирус, который вызывает ковид, быть утечкой из китайской лаборатории в городе Ухани. Откуда, вот так совпадение, началась пандемия? Президент Джо Байден сделал поручение после того, как спецслужбы доложили ему. Сразу трое сотрудников Уханьской лабы еще в ноябре 2019 года, то есть за месяц до первой официальной вспышки, попали в больницу. Правда, чем, как и насколько тяжело они болели, выяснить не удалось. Китай уже назвал будущее расследование США попыткой свалить вину на других. Буквально так и сказали. И тут к оживлению спецслужб добавляется эксклюзив издания Daily Mail. Он-то и сдетонировал в искрящей атмосфере подозрений и возможных обвинений. В материале говорится, что журналисты получили в распоряжении исследования на 22 страницах, проведенные британским и норвежским учеными. Саму работу не показывают, а только пересказывают. Авторы якобы доказывают, что вирус ковида был создан китайскими учеными, а после утечки те пытались замести следы и модифицировали его так, чтобы он выглядел, будто бы произошел в природе и передался от летучих мышей. Исследования, которые проводились в лабе Уханя, были запрещены в США в свое время, поскольку предполагали манипуляции с вирусами естественного происхождения для повышения их заразности. Поэтому работы продолжали у китайских коллег, якобы для чего американцы и финансировали проект в Ухане. Но чем это все подтверждается? То, что американцы собирались вложиться в работу лабы, это правда. На днях об этом рассказал Энтони Фаучи, главный вирусолог США. Но сумма смешная по меркам лаборатории такого уровня. 600 тысяч долларов в течение 5 лет. И главное, разрешение американский Минздрав так и не дал, поэтому деньги так и не ушли никуда. Остальные утверждения в громкой публикации Daily Mail не имеют никаких официальных подтверждений. Все аргументы – пересказ неопубликованного исследования двух ученых. И вот здесь начинается пока самое мутное. К выводу о том, что вирус был создан искусственно, авторы приходят из-за его особой структуры – шип, содержащий ряд из четырех аминокислот. Все они положительно заряжены, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. Это делает вирус более заразным. Один из авторов исследования объясняет, что, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, и в естественных организмах редко можно найти даже три такие аминокислоты подряд. А четыре вовсе крайне маловероятно. И тут профессор вдруг уточняет дословно, цитата, «Законы физики означают, что у вас не может быть четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это – искусственно изготовить». Биолог и просветитель Александр Панчин был потрясен открытием коллег настолько, что чуть со стула не упал. Как он пояснил, таким мощным оказалось это новое слово в молекулярной биологии. У Панчина возник естественный вопрос. Если законы физики нам запрещают получать четыре положительно заряженных аминокислоты подряд, то как же китайские генные инженеры смогли нарушить законы физики. Но самое интересное, что каким-то чудом природа сама нарушает законы природы, потому что существуют цепочки из восьми положительно заряженных аминокислот. Есть общедоступная база типа белковой википедии. Так вот, даже третий курсник биофака при самом обычном поиске найдет больше тысячи последовательностей вот именно таких, которые встречаются в живых организмах. Мало того, у человека в геноме есть сотни генов, которые кодируют белки как бы с невозможными цепочками положительно заряженных аминокислот. Ссылку на комментарий Панчина, где вы сможете посмотреть детали, оставлю как всегда в описании. Стоит ли удивляться, что странные произведения двух ученых год как не брали к публикации в научные журналы, это авторы сами рассказали, и загадочная премьера состоялась в британском таблоиде. Но что тут важно понимать нам с вами? Из-за мешанин новостей многие путают две важные вещи, что критично во всей этой истории для отделения фактов от домыслов. Утечка из китайской лаборатории вполне могла быть, и ее действительно могли скрывать китайские власти. Достоверно известно, что там долгое время работали с опасными коронавирусами, в том числе с коронавирусом летучих мышей, геном которого на 96% совпадает с возбудителем ковида. Но это природные вирусы. Исключать версию об утечке нельзя, учитывая, что мало данных о том, что же именно происходило в ноябре-декабре, то есть в первой неделе пандемии в лабе Уханя. Но это вовсе не означает, что вирус был создан неизвестными гениями генной инженерии. В научном сообществе есть консенсус, который опирается на понимание реальных возможностей современной науки. И он состоит в следующем. Человечество еще просто не научилось конструировать вирусы по техзаданию, словно самолеты или ракеты. Геном SARS-CoV-2 хорошо встраивается в генеалогическое древо коронавирусов и по всем признакам имеет природное происхождение. Так что вполне возможно, что просто не уследили за опасной игрушкой, пойманной в дикой природе. Сейчас перед вами единственное цветное фото первого в истории Земли атомного взрыва. И это первое, что увидел президент Трумэн, когда открыл папку секретным докладом об испытаниях. Советский Союз уже два месяца как отпраздновал победу Великой Отечественной, но Вторая мировая еще продолжалась. Начиненную плутонием бомбу взорвали в пустыне на башне высотой шестиэтажку. Понятно, что часть материалов на месте испарилась, но часть расплавилась, и только спустя 76 лет, то есть сейчас выясняется, что там остался и подарок для ученых. Образовался квазикристалл с неизвестной прежде структурой, которая похожа лишь на то, что исследователи встречали только в метеоритах и в некоторых экспериментальных материалах, сделанных в лабораториях, но не в земной природе. На фото сейчас вы видите тринитит, стекло, которое получилось после взрыва. От огромной температуры между собой сплавились железо из бетона, медь из проводов и немного кальция. Такие стекляшки находили и сами испытатели, но только сейчас ученые смогли разглядеть, что внутри. Так что самое интересное скрыто. Этот металлический пузырь. И вот уже в нем та самая удивительная структура, из-за которой весь шум. Квазикристалл. Видите, черное зерно на пузыре. Вот это он и есть. Обычный кристалл состоит из одинаковых фрагментов, которые располагаются строго определенным образом, то есть имея образец элементарной ячейки, можно построить целый кристалл. Квазикристаллы тоже состоят из простых ячеек, но их может быть две или три. Они по-разному комбинируются и не имеют такой симметрии, как обычный кристалл. Из-за такого устройства они до 80-х годов прошлого века считались невозможными с точки зрения науки. А когда впервые их обнаружили, то автору за такое дали Нобелевскую премию. Правда, не сразу, лишь спустя 30 лет. Квазикристаллы имеют самые разные свойства в зависимости от своей структуры. Недавно, например, в лаборатории получили квазикристалл, который задерживает в себе свет, как если бы фотон встал на светофоре, постоял, а потом полетел бы дальше. Я про это рассказывал немного в прошлом ролике. На что способен найдено на месте первого атомного взрыва квазикристалл, пока не ясно. Его точно будут изучать дальше. Если хотите поиграть с атомной бомбой, то пусть это будет на поле для масштабных военных баталий в онлайн-экшене War Thunder, который недавно получил первое большое обновление в этом году. К огромному количеству видов танков, самолетов, кораблей и вертолетов теперь добавилась уникальная южноафриканская техника, тяжелые танки и колесные бронемобили. Кроме того, появился самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Вести бои вы можете на земле, в воздухе и в море, а битвы в игре охватывают весь мир и разные эпохи. Сражаться можно в любой точке земли на машинах прошлого века или современности. Испытайте себя на новой карте в заброшенном военном городке Северск-13. Бои там проходят среди советских панелек, и все это можно очутить с улучшенной графикой, обновленными эффектами, реалистичным небом и достоверным звуком. Прокачивайтесь и побеждайте. Если повезет, сможете закончить раунд ядерным ударом. Качайте игру бесплатно по ссылке в описании и получайте бонусы, чтобы было приятнее стартовать. Если воевать, то только так. Мира всем нам. Итак, Бестиарий. Рубрика о новых открытых наукой монстрах, чудовищах и других замечательных существах. Ну или про уже известных, о чьей жизни исследователи только сейчас узнают невероятные подробности. И сегодня у нас самые обычные грызуны и свиньи, но с неизвестной прежде и, будем откровенны, сумасшедшую суперспособностью. Они могут дышать через анус. И это намного более серьезное и важное открытие, чем может показаться. Хоть и с ошибкой, но оно было предсказано в старом народном эпосе, который я слышал еще в моем дворовом детстве. Он звучал примерно так. Научился ежик попой дышать, сел на пенек и задохнулся. Серьезная неточность в том, что науке вообще-то не было известно, возможно ли ректальное дыхание у млекопитающих, к которым, напомню, относятся и ежики, и мы. И вокруг темы было много споров. Раньше мы достоверно такое знали лишь по некоторым видам водных животных. Морские огурцы, вьюнки или пескуны, такие рыбы, и некоторые виды сомов. Новое исследование показало, что мыши и свиньи, если переживают дыхательную недостаточность, например, из-за пневмонии или астмы не справляются легкие, то могут получать дополнительный кислород в кровь через ткани прямой кишки. И как же это удалось выяснить? Кадров эксперимента не покажу, вы можете посмотреть его по ссылкам в описании, но все равно предупрежу особо впечатлительных. Если вы не готовы, то лучше промотать. Исследователи сначала подготовили 11 мышей, каждый вставляли в трахею трубку, чтобы подавать смесь с низким уровнем кислорода и тем самым контролировать удушье, гипоксию. Затем сделали некоторым грызунам что-то вроде хирургической клизмы, но целью была не только чистота, важно было истончить стенки кишечника, чтобы кислород, если вообще будет, лучше всасывался. Затем некоторым мышам вставляли трубку в задний проход и подавали чистый кислород. Так вот мыши без такой клизмы и вентиляции через анус выживали в среднем около 11 минут. Грызуны без клизмы, но с вентиляцией, держались дольше, около 18 минут. А те, что после хирургической клизмы и с вентиляцией, выживали в течение всего эксперимента длиной в час. Правда, не все поголовно, 75% мышей, но это тоже огромный успех. Проверили еще в нескольких других экспериментах и еще на свиньях тоже успех. Но неужели страдания и утраченные жизни этих зверушек были только ради ответа на старый спор ученых о ректальном дыхании у млекопитающих? Не хочется в это верить? И конечно нет, исследователи надеются, что открытие спасет немало человеческих жизней, они предлагают теперь провести испытания на людях. Важно понять, можем ли мы дышать так же альтернативно? Если получится, то врачи смогут спасать жизни с помощью нового метода тяжелобольным, у которых не справляются легкие и которым критически важно доставлять кислород в кровь. Пусть и вот так. Физики приручили самого мощного демона Максвелла. Да только ради такого заголовка стоило взять эту тему в пушку. Но если вы посмотрите на статьи по теме, то увидите нечто более удивительное. Ученые якобы создали самый быстрый двигатель, который работает на информации как топливе и, главное, нарушает второе начало термодинамики. Давайте разберемся, как он работает и тогда станет ясно, что же такое получилось у физиков. Их информационный двигатель это микроскопический шарик, подвешенный на пружинке и опущенный в теплую воду. За ним наблюдает специальная высокоскоростная камера, которая подключена по принципу обратной связи к опоре, где и закреплена пружинка с шариком. Вот и все. А работает движок так. Под действием теплового движения молекул воды шарик на пружинке колеблется. И как только отклонение вверх от положения равновесия становится достаточно большим, петля обратной связи срабатывает и перемещает опору пружины вверх. При этом работа по смещению опор минимальна, намного меньше той, которая была бы без воды и камеры. Шарик как бы подбрасывается молекулами воды, а при подъеме опоры пружина распрямляется, за счет чего экономится большая часть энергии. Таким образом, шаг за шагом шарик поднимается и на это затрачивается гораздо меньше механической энергии, чем если бы мы просто подняли шарик наверх. Это, конечно, своего рода читерство. Информация в энергию здесь не преобразуется. Информация используется для создания внешнего воздействия, чтобы изменить параметры системы для извлечения энергии. В данном случае энергия извлекается из внутренней энергии молекул воды. Вообще, второе начало термодинамики это такой же сферический конь в вакууме, как и первый закон Ньютона или аксиомы евклидовой геометрии. Найти в природе или искусственно создать полностью изолированную систему, конечно, невозможно. Как нельзя найти инерциальную систему координат или провести две бесконечные параллельные прямые и идти вдоль них, пока не найдешь их пересечения. Это предельные случаи из результатов наблюдений, которые логичны и сильно упрощают понимание физических процессов. Что же тогда в этой научной работе интересного? Демон Максвелла, информационный двигатель, это всего лишь громкие заголовки. Эти понятия некорректно применять в данном случае. Ученые используют информацию как часть механизма по извлечению энергии из нестандартного источника. Это может быть полезно, например, в механизмах и устройствах, внутри которых невозможно, просто физически невозможно поместить батарейку горючей или поставить на них солнечную батарею. Например, это могут быть наноразмерные механизмы и компьютеры, которые предполагается применять в медицине. До этого уже были подобные эксперименты, только вместо шарика на пружине использовались отдельные атомы в лазерной установке и электроны в потенциальной яме. В этот же раз удалось оптимизировать систему так, что работа по перемещению совершалась за гораздо меньшее время, то есть мощность получалась гораздо выше, на порядок, если верить авторам исследования. Это все очередные попытки создать демона Максвелла, мысленные эксперименты, одновременно парадокс, который был впервые сформулирован 150 лет назад. Тогда, конечно, не было микроскопических шариков, атомов или электронов, а было умозрительное разумное существо, которое поместили внутрь коробки с каким-нибудь газом. Также внутри этой коробки была перегородка с дверцей, разделяющая пространство пополам. Существо прозвали демоном, потому что оно волшебным образом знает о направлении скорости всех частиц внутри коробки. В его обязанности входит пропускать через дверцу быстрые частицы в одну половину коробки, а медленные в другую. Так как скорости частиц в газе в любом случае неравномерны, рано или поздно в одной половине окажется более горячий газ, чем в другой, что противоречит второму началу термодинамики. Потом было доказано сначала теоретически, потом на практике, что подобное просто невозможно сделать без воздействий и измерений извне. Так что со вторым законом термодинамики все нормально, беспорядок в комнате сам собой, к сожалению, не ликвидируется. Точно так же и в этом случае с шариком. Энергия молекул воды из-за внешнего воздействия через информационную петлю обратной связи сообщается шарику и ничего сверхъестественного здесь не происходит. Но на примере демона Максвелла и его современных воплощений все очевиднее становится, что без использования информации как физической сущности, именно физической, в том или ином виде для описания процессов и явлений уже не обойтись. И ее можно использовать как элемент какого-нибудь механизма. В частности, авторы работы видят применение в своих результатов в создании медицинских нано-механизмов, в которых невозможно разместить батарейку или бак с топливом. И при помощи встроенных петель обратной связи можно добиваться того, что эти машинки будут извлекать энергию для движений из внешней среды, как это делают многие микроорганизмы. И перед тем, как перейдем к загадкам, Тарапушки, рубрика, где я делюсь очень коротко, небольшими, но очень интересными открытиями и изобретениями. Журналисты раздобыли и опубликовали новые, прежде неизвестные кадры катастрофы дирижабля Гинденбург. О ней я рассказывал в одном из последних роликов, в том числе, как трагедия привела к закату эры воздушных кораблей. Кинохроника все эти годы хранилась забытая на полке в частной коллекции, и она показывает события с другого ракурса. Впервые можно увидеть корабли целиком в момент, когда начинается пожар, а главной оператору удалось начать снимать чуть раньше, чем автору кадров, ставших классическими. То есть мы видим моменты, которые до сих пор видели только очевидцы на месте. Расследование показалось, что огонь вспыхнул из-за разрядов, которые образовались в оболочке после грозы. К тому же, вероятно, в обшивке была утечка, ведь наполнена она была водородом, который становится намного более горючим, едва смешивается с обычным воздухом. Инженеры и ученые придумали, как превратить дом в зарядку. В научном журнале команда опубликовала исследование, по которому теперь можно строить прототипы небоскребов батареек. Главный элемент – цемент с небольшой добавкой коротких углеродных волокон. Это нужно, чтобы повысить электропроводность. Затем нужно заливать такой смесью разные слои. В этих слоях сетки из углеводородных волокон, покрытых металлом, железом, чтобы получить анод, то есть минус, и никелем, чтобы получить катод. Тесты показали, что получается батарея, способная накапливать до 7 ватт-часов на квадратный метр. Не так много, как могут сейчас обычные батареи, но тут важно не забывать, что целая высотка становится батареей, а это получается огромное хранилище для энергии. Правда, пока по расчетам живучесть не очень. До шести циклов перезарядки. Потом все. Биологам удалось заставить клетки за одну неделю самособраться в мини-сердце, и оно начало сокращаться, как настоящее. Речь идет, конечно, не о полноценном органе, а об арганоиде. Их выращивают прямо в лабораторной посуде. Используют для этого стволовые клетки. Кардиоиды, как ученые называют свое творение, нужны пока не за тем, чтобы выращивать замену для пересадки. Сейчас они больше годятся для исследований ранних этапов развития человеческого эмбриона, а еще помогают разобраться в некоторых видах нарушений работы сердца, когда повреждаются именно клетки. И последняя торопушка бессердечная. Астробиологи, во имя науки, разумеется, научились стрелять тихоходками. Медвежат сначала заморозили, чтобы те впали в некое подобие сна. Потом их разделили на группы по двое, по трое, и побросали в цилиндры с водой. Затем емкости закрыли и сложили в большой цилиндр, который был на самом деле снарядом для пушки на легких газах. Это такое устройство для запуска и тестирования разных штук. Поместили пушку в вакуумную камеру, где наконец дали залп по мишени из песка. Стреляли много и долго, чтобы посмотреть, что же будет с бессознательными крохами в цилиндрах. Ну так вот выяснилось, что они могут выживать на скоростях до 825 метров в секунду, что почти втрое больше скорости звука. Я чувствую ваш немой вопрос. А зачем? Так ученые хотели понять, могли бы такие выносливые медвежата перенести полет на Землю и прибыть, например, с астероидом. Вывод не могли бы, потому что скорости в таких ситуациях намного выше. Ссылки на все исследования в описании. И, наконец, загадки. Вряд ли вы слышали, но до пандемии каждый год проводился чемпионат по решению задач и загадок. Эдакий марафон на 24 часа, в ходе которого надо решить как можно быстрее и больше всего подряд. И среди заданий там есть малоизвестная японская головоломка МАСЮ. Правила простые. Главная цель закольцевать, соединить все черные и белые кружки. Линию можно рисовать от клетки только горизонтально или вертикально, через середину. Вот так. Никаких «ну-ка я срежу угол». Когда вы проводите линию через белый круг, белый, то вы обязаны повернуть на клетки перед этим кругом и или на клетке после. Вы не можете вот так прочертить прямо и пойти дальше. Но можете так, или так, или вот так. То есть и до, и после повернуть, или только до, или только после. Когда же вы проводите линию через черный круг, то наоборот, вы обязаны повернуть на самом круге, а на клетке перед ним или после поворачивать нельзя, только прямо. Попробуйте, потренируйтесь на легкой доске, подержу ее для вас на экране, но можете распечатать PDF по ссылкам в описании, там все есть. Или попробуйте онлайн-версию, а когда освоитесь и решите, что слишком просто, то испытайте себя на доске, которую задают чемпионам и кандидатам в них. Ее тоже можно найти по ссылкам приятных мучений. Для вас пушку заряжал Влад, это Сайван, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова